Пайлот. Первый русский ледокол. Русские ученые и судостроители построили первое в мире судно, ломающее лед, наползанием на него, а еще первый арктический ледокол, первый атомный ледокол, первое ледокольно-транспортное судно, крупнейший в мире двухреакторный ледокол. Все они тоже сделаны в России. На сегодняшний день Россия имеет самый большой и мощный ледокольный флот и единственный атомный ледокольный флот в мире. Но с чего все начиналось? Родоначальником ледокольного флота был небольшой пароход Пайлот, купца Михаила Осиповича Бритнева из Санкт-Петербурга. Этот человек сделал немало для развития российского флота. Родившись в Кронштадте в купеческой семье, он, достигнув совершеннолетия, начал строить плавучие краны для разгрузки судов, чего до него никто не делал. Вскоре морское ведомство воспользовалось его идеей, приступив к постройке такого рода судов. В середине XIX века из столицы попасть в Кронштадт можно было только по воде. Летом на пароходах, зимой, как устанавливался крепкий лед, на санях. Схема движения была идеальной, если бы не один нюанс – распутиться. Поздней осенью и весной акватории между городами лед становился недостаточно крепким для саней и, наоборот, слишком опасным для пароходов. Такая обстановка на воде длилась по несколько недель, в течение которых жители Кронштадта испытывали трудности, связанные с недостатком продуктов, отсутствием почтового и торгового сообщения. На фоне дефицита продовольствия у Бритнева и появилась идея ломать лед под весом парохода. В 1862 году он переоборудовал свой пароходный буксир Пайлот и скосил носовую деталь корабля под углом 20 градусов прямо по образцу поморских торостных лодок, в результате чего судно могло набегать на лед и ломать его собственным весом. В движении пароход приводила паровая машина. Благодаря усилиям команды Пайлота между Кронштадтом и другими городами, начиная с 1864 года, наладилось стабильное пароходное движение, даже в сложной ледовой обстановке, которая позволяла переправлять не только товары, но и пассажиров. 22 апреля 1864 года Пайлот совершил свой первый рейс. С этого момента сообщение с материком стало беспрепятственным и регулярным. С того рейса принято отсчитывать начало ледокольного флота не только в России, но и по всему миру. Печально, но до настоящего времени не сохранилось ни одного достоверного изображения парохода Пайлот. Не говоря уже о чертежах, в 1976 году была выпущена марка с именем первого ледокола, но, как признают эксперты, это лишь условное изображение всех пароходов тех лет. Пайлот часто попадал в экстремальные ситуации. Неоднократно его затирало во льдах, выбрасывало на мели, било о затопленные бревна и льдины. Но страдали только руль и винт. На пароходе успешно меняли винты, срезанные заклепки, и он опять вступал в строй. Действие парохода заключалось в маневрировании в полыньях и обламывании тонкого льда, появившегося между ледяными полями. Главным ледоколом в многолетнем предприятии по обеспечению сообщения в Распутицу был не Пайлот, а сам Михаил Осипович Бритнев. Не столько ледовые качества пароходов, сколько опыт управления ими в сложных условиях наносных льдов, твердость и энергия в различных аварийных ситуациях способствовали успеху в преодолении природных преград. Удачная эксплуатация Пайлота побудила Бритнева построить второе подобное судно, бой, и натолкнул замечательного ученого адмирала Макарова на идею строительства мощного арктического ледокола «Ермак». В сентябре 1874 года на заводе Бритнева был заложен пароход «Бой». Его построили по образцу и подобию Пайлота, но все же усовершенствовали некоторые детали. Через год на заводе Бритнева был построен железный пароход «Ледокол». Он работал на реке Свири в Иванежском канале. Никаких точных данных о способностях парохода не сохранилось, но осталось говорящее наименование «Ледокол». Весной 1889 года Бритнев закончил создание третьего судна – парохода «Буй». Он считался буксирно-спасательно-ледорезным пароходом, имел водоотливные средства и водолазный аппарат, а кроме того еще и пассажирскую каюту в корме. Многие инженерные находки Бритнева использовались и в создании крупных ледоколов, которые строились для покорения Арктики. Позднее в своей книге «Ермак во льдах» адмирал Степан Осипович Макаров писал, Этот маленький пароход-пайлот сделал то, что казалось невозможным. Он расширил время навигации осенью и зимой на несколько недель. Еще через пять лет, в 1871 году, в Европе приключилась необыкновенно морозная зима, такая, что вход в Гамбургский порт замерз, парализовав всю торговую деятельность старинного купеческого города. В 1871 году в Кронштадт пожаловали германские инженеры, ознакомились с работой ледоколов Бритнева и купили его чертежи за 300 рублей, чтобы, по его примеру, начать строительство ледоколов в Гамбурге. В связи с чем Бритнев должен был бы озолотиться, однако этого не произошло, ведь он продал чертежи пайлота немцам всего за 300 рублей. Вскоре акваторию Гамбургского порта уже обслуживал пароход Айсфукс, ледяной лис, боровшийся со льдами не хуже пайлота, а потом уж ледоколы стали строить все.